Конференция организована по инициативе ГТР при очень большой поддержке мемориала. Спасибо вам большое за это, Арсений Борисович. 50 лет после того, что произошло в Новочеркасске, нельзя говорить нынешней России о рабочем сопротивлении. Для нынешних начальников это очевидно воспоминание о будущем. Хорошо, давайте проведем эти два дня для того, чтобы у нас были собственные воспоминания о будущем. И будет небольшим преувеличением сказать, что ГТР – это и есть настоящее организованное рабочее движение в этой стране. Как движение мы должны иметь корни. Мы эти корни ищем. Кто-то скажет, что вы ищете их 10 лет. Но это не просто. И сейчас поиск этих корней особенно актуален для нас в политической и экономической ситуации, когда от нас требуются выверенные действия, которые будут иметь поддержку миллионных работников в этой стране. Сегодняшняя конференция, которая посвящена и вчерашнему, и сегодняшнему дню, позавчерашнему, и сегодняшнему дню рабочего движения в России, она актуальна не только с академической точки зрения, но имеет несомненный практический интерес. Не буду отнимать в только ценное время от докладов и дискуссий, и еще раз пожелаю конференции удачной работы. Эта конференция призвана подчеркнуть актуальность исторического опыта рабочего сопротивления России, мувомент политик и санитар, опыт политического профсоюзного движения, и пусть этот опыт посвящен в основе его нынешним обновлениям. Гри, Гри, Григорьевна, институт, а в фонде, в 1927, инженера, в том же самое целью, в 1997 году в Женееве был основан глобальный институт труда. Мы хотим использовать исторический опыт международного рабочего движения, а чтобы придать этому движению политическую классовую идентичность, для того, чтобы избавить его от бюрократии и демократизировать. Два слова о глобальном институте труда. Это интересная инициатива, которая объединила людей, которые участвовали в профсоюзном движении, в международном профсоюзном движении, и которые зашли в него, в это движение, потому что у них есть политические убеждения. Эта инициатива возникла для того, чтобы объединить у себя этих людей, и способствует тому, чтобы в рабочем движении, в профсоюзном движении укреплялось понимание того, что идеология социализма является стержневой для любых наших действий. И это интересная инициатива, потому что она возникла в голове у нескольких человек всего, но она сейчас развивается и ширится. Появляются такие точки, которые встраиваются в систему, в сеть глобального института в разных странах мира. Это говорит о том, что эта тема актуальна. Происходит интересная тенденция в протестном движении. Все больше и более ярко звучат социальные требования на улицах, на массовых институтах, на акциях. В этом движении участвуют профзащитники, политические активисты и профсоюзные активисты. Все эти категории представлены на нашей конференции. В общем-то, когда мы обсуждали ее идею проведения такой встречи, одна из задач нашей встречи – это попытаться выстроить связи между этими тремя управлениями, тремя составляющими общественного преобразования в России, и только в России более широко. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...